Сейчас мы будем скрывать эту потрясающую сумку. Это было очень просто. Рога. Сравните просто с моей рукой. Капец. Посмотрим, что лежит дальше. Вуу! Страсти накаляются. Ребят, фу! Боже мой! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю уже вторую часть ролика, то есть мою новую рубрику, посвященную потерянным посылкам, потерянным сумкам, чемоданам и так далее. Насчет прошлого ролика хочу с вами поговорить. Многие меня не так поняли и считали, что та посылка, которую я распаковывала в прошлом видео, действительно не дошла до получателя из-за меня. То, что я ее где-то выкрала, выкупила, и так беспощадно ее открывала, и еще над чем-то угорала. Да, были моменты, где я была неправа. И действительно жалко, что посылка так и не дошла до внучки, как мы с вами выяснили, потому что, возможно, бабушка безумно старалась и потратила последние деньги. Но я хочу вас заранее предупредить, что все сумки, посылки, которые вы увидите в этой рубрике, не были украдены, и я их специально купила у человека, который уже их распродает. Поэтому так или иначе, те посылки или вещи, которые я покупаю, так или иначе бы уже 100% не дошли до получателя, поэтому огромнейшая просьба. Просто смотреть видео из этой рубрики, и я буду стараться делать их максимально атмосферными. Ну а сегодня у нас на обзоре не потерянная посылка, а потерянная сумка. Она достаточно тяжелая, и я клянусь вам, ребята, я ее еще не открывала. Поэтому мы сегодня вместе с вами посмотрим, что находится внутри. И, как мне сказали, потеряна была она еще в аэропорту. Знаете, где чемоданы постоянно крутятся, чтобы человек, который уже куда-то прилетел, смог их забрать? Вот именно там потерялась эта сумка. Она крутилась до последнего, но ее так и не забрали. Поэтому сегодня мы посмотрим, что же все-таки лежит там, внутри. И я буду надеяться, что это видео вам понравится. Вступайте в нашу семью Аракелянчиков! Подписка на мой канал, если у вас кнопка до сих пор красного цвета, превращайте ее магией в серенький цвет! Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео еще не один раз! А мне уже не терпится открыть эту посылку, я опять забыла ножницы, забыла перчатки. Поэтому сейчас я за ними сбегаю, и мы приступим к распаковке. Мне безумно интересно, что там, что все-таки находится внутри, потому что сумка большая, тяжелая, и мы вместе с вами посмотрим и, надеюсь, узнаем, что за человек конкретно ее потерял. Давайте наберем под этим роликом 50 тысяч лайков. Я знаю, что вы у меня очень активные, способные ребята, поэтому ставьте палец вверх. Как только мы набираем 50 тысяч лайков, сразу же выходит третья часть. Пока не знаю, с какой конкретной распаковкой, но надеюсь, это будет суперинтересно. Ну а я меняю ракурс, бегу за перчатками, и мы можем с вами начинать. Поехали! Вот они, те прекрасные перчатки с прошлого ролика. Если я пойму, что внутри этой сумки ничего опасного не лежит, то я эти перчатки сниму, потому что мало ли, как говорится, что там находится внутри. Итак, я надеваю перчатки, и сейчас мы будем скрывать эту потрясающую сумку. А пока я этого не сделала, пожалуйста, напишите ниже в комментариях, как вы думаете, чья эта сумка была раньше. Ваши догадки, что там лежит, и посмотрим, кто угадал. Я буду лайкать комментарии тех людей, кто более-менее попал в яблочко. Итак, давайте же, я открываю вот эту прекраснейшую сумку. Она была обмотана скотчем. О боже, это было очень просто. Я не знаю, кстати, зачем этот человек обмотал эту сумку скотчем, потому что отрезать его проще простого. Если он думал, что он ее вот так вот обмотает, и никто у него ничего не стырит, как говорится, то нет, он ошибался. Этот скотч было очень легко снять. Итак, сумка тяжеленькая, как я вам уже говорила. Не буду ее ставить себе на штаны, мало ли где она стояла. Итак, открываем, открываем, открываем. Я, кстати, была действительно очень рада тому, что вы оценили эту рубрику. Смотрим, что находится внутри. Ой, ребят, знаете, пока ничего особенного. Я думаю, мы можем приступать. Сразу я вам покажу ледянку, да? Она розового цвета. Я вообще не имею никакого представления, что забыла тут ледянка. Может быть, эта сумка оказалась потерянной еще зимой. Предупреждаю, мне сказали, что она была потеряна года три назад. Достаем дальше, что там лежит, кроме ледянки. Вот такая вот шапка. Я так понимаю, судя по шапке, сумка просто какого-то молодого человека. Вот такая вот с помпончиком, обыкновенненькая. Можете посмотреть, как она выглядит вблизи. Вот такая вот потрясающая шапочка. Смотрим, что находится дальше. Пока что ничего интересного. Так, рога. Нормально. Блин, это очень прикольно. Посмотрите, я нашла вот такие вот странные рога. Прекраснейшие. Может быть, этот молодой человек где-то их просто прикупил. Не имею никакого понятия, что забыли в этой сумке рога. И, кстати, очень некачественно они все были упакованы. Или, может быть, давненько лежат в этой сумке. Посмотрим, что лежит дальше. Обычная мочалка фиолетового цвета. Ничего в ней тоже необычного нет. И да, я все-таки воздержусь и буду все это доставать в перчатках. Мало ли, кто мылся этой перчаткой. Мало ли, что вообще дальше там будет внутри находиться. Посмотрим. Сланцы. Ребят, смотрите, это просто обыкновенные сланцы. Видно, что их уже носили. Посмотрите. Это кроксы. Непонятно. Вот такие вот обыкновенные сланцы. По подошве можно понять, что они уже не разношенные. Размер ноги такой нормальненький, большой. Я вам скажу, можно сказать, что мужик такой был большой, взрослый. Как я поняла, размер это не написано. Но я склоняюсь больше к 44-му, 43-му. Не знаю. Посмотрите, какая лаптя. Сравните просто с моей рукой. Капец. Обыкновенные сланцы. Смотрим дальше, что лежит. Вывернутая футболка. И видно, что она уже ношеная. Посмотрите, серая футболка. Такая большая. И да, она ношеная. Она действительно ношеная. Она не стиранная. И, наверное, молодой человек откуда-то возвращался. Просто положил ее в эту сумку, чтобы потом дома постирать. Давайте ее вывернем. Вот такая вот обыкновенная футболка. Ничего в ней такого нет. У этой прекраснейшей сумки до сих пор тяжелый вес. Поэтому смотрим, что лежит дальше. Обыкновенные влажные салфетки. Я так понимаю, судя по содержимому, этот молодой человек просто ехал куда-то, ну, денька на два. Раз тут есть и шапка, и сланцы. Может быть, он из какой-то теплой страны вылетал. Дальше идут штаны. Посмотрите, обыкновенные. Даже не штаны, а джинсы, я бы сказала. Да, вот такие вот джинсы. Ну, как, обычная сумка дорожная. Он просто взял с собой все свои вещи. Посмотрите, достаточно высокий был мужик. Штаны темно-синие. Ничего в них необычного нет. Посмотрим карманы. Я чувствую себя какой-то воровкой. Знаете, мне очень неловко вот так вот делать. Ну, ладно, раз вам понравилась эта рубрика. Нет, в карманах ничего не лежит. Вообще ничего. Пустота. Да, абсолютно пустые штаны. Очень странно, кстати, потому что у меня всегда в штанах, в задних карманах, в передних что-то лежит. Там, я не знаю, упаковка от жвачки, монеты. Все, чего только не придумаешь, я постоянно складываю в задние карманы. Ну, ладно. Штаны можно отложить, обыкновенные, но пахнут неприятно, я вам скажу. Смотрим дальше. Трусы. Давайте мы не будем зацикливать на них внимание, потому что возможно, что они использованы, как бы мне не хотелось об этом говорить. Все, окей. Показала, хватит. Обычные трусы. Все, пожалуйста. Можно я не буду их разглядывать? Обыкновенные мужские трусы. Я себя чувствую реально ревизором. Смотрим дальше. Обыкновенный. Это какой, протеиновый? Нет. А, да, протеиновый. 17% протеина. Батончик. Кстати, обыкновенный. Я такие даже видела у нас в магазинах в Москве. Возможно, это даже очень вкусно. Я, по-моему, пробовала такие батончики. Напишите в комментариях, любите ли вы протеиновые батончики или обычные батончики. Какой ваш самый любимый? Мне будет очень интересно прочитать. Вот такой вот батончик. Откладываем. Смотрим дальше. Что это за было в сумке? Камон. Посмотрите. Это просто от душа. Как эта штука называется? Лейка для душа. Да. Вот такая вот прекраснейшая лейка. Я подозреваю, что этот молодой человек работал где-то. Может быть, что-то ремонтировал. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Потому что неспроста она у него тут лежит. Это прекраснейшая лейка. В ней ничего такого необычного нет. Ни сзади, ни спереди. Просто обычная лейка. Как бы он, наверное, ее купил с собой, чтобы дома там что-то починить. Я не знаю. Но, видимо, у него просто сломалось. Итак, откладываем. Смотрим, что лежит дальше. Кстати, в этой сумке, ребятки, вот такой вот кармашек от бокового кармана. Я думаю, я правильно объяснила. Так что в боковом кармане, как я понимаю, тоже много содержимого. Итак, это носки. Нет, смотрите, ребят, перчатки. Вот такие вот обыкновенные перчатки. Можете посмотреть, как они выглядят вблизи. Обычные перчаточки, такие бордового, нет, темно-коричневого цвета. Непонятного откладываем. Дальше. Мне становится страшно. Посмотрите, внутри этой сумки лежала фотография. Очень странная причем фотография, посмотрите. То ли это девочка или мальчик, может быть, это он сам или его дочка. Я не знаю, фотография старинная в какой-то розовенькой рамочке. Видно, что это ребенок и как-то, знаете, меня вот такие вот фотографии немножечко пугают. Я сразу вспоминаю фильмы ужасов. Смотрите, просто вот такая вот фотография. Очень-очень странная. Может быть, это кто-то из его семьи. Может быть, что-то лежит под рамкой. Давайте посмотрим. Как бы мне не хотелось сейчас беспощадно это все вот так вот портить. Нет. Под рамкой ничего не лежит. Не хочу я портить вещи, потому что многие наехали на меня за это. В прошлом ролике то, что я такая, а где деньги, а где деньги, что с деньгами. Многие мне начали говорить, Карина, вот ты хочешь увидеть деньги? Я говорю, ну да, как бы, почему? Почему бы и нет, это очень было бы прикольно, если бы сейчас даже, допустим, в этой сумке лежали деньги. В этом ничего такого нет. Многие, кстати, смотря мой прошлый ролик, неправильно меня поняли и думали, что я реально какая-то прям вот воровка, которая украла посылку, которая насрать на вообще все эти вещи. И, блин, на самом деле это далеко не так. Просто рубрика заключается в том, чтобы показать вам, что находится внутри потерянных сумок, посылок. Я надеюсь, что в этот раз вы меня поймете. Смотрим, что было дальше. Обычные игровые карты. Вот такие вот в картах. Давайте посмотрим, лежит ли что-то. Нет, обыкновенные карты, кстати, даже чем-то похожи на новые. Посмотрите, в них ничего нет и такое ощущение, что эти карты были только вот-вот куплены. Они, посмотрите, прям вот новенькие при новенькие. Были бы они еще запечатаны, было бы прикольно. Я бы их, может быть, себе оставила. Посмотрите, прикольные карты, обычно игральные. Напишите в комментариях, любите ли вы играть в карты и умеете ли вообще. Тоже будет очень интересно прочитать. Посмотрим, что лежит дальше. Вуу! Итак, в этой сумке у нас лежит кошелек, дорогие мои. Страсти накаляются, становится все интереснее и интереснее. Распаковывайте, смотрите, что находится внутри этой сумки. И поэтому, пожалуйста, без лишнего хейта я сейчас открою и посмотрю, что находится внутри этого кошелька. Не знаю, куда я его дену, но деньги я не рискну доставать, сколько бы там мне лежало. Если там, конечно, не миллиончик. Итак, нет, денег тут немного. 100. Давайте достанем. В перчатках это делать максимально неудобно. Итак, тут лежало 2250 рублей. Обыкновенные деньги. 2250 и, по-моему, да, тут еще лежала мелочь. Сейчас посмотрим. Из мелочи, кстати, обычно в бумажниках очень много всяких карточек, может быть, фотография бы этого молодого человека была, но тут ничего нет. Посмотрите, обыкновенный пустой бумажник, кроме денег и мелочи. Тут, ну, рублей 50, да. Ничего не лежит. Окей, я сложу после съемок этого видео обратно все в бумажник. И придумаю, куда это все деть, потому что использовать чужие деньги как-то, мне кажется, неправильно. Все-таки эта посылка потеряна. И очень жалко, что люди иногда неответственно подходят не к посылкам, а к сумкам, к своим чемоданам. И, может быть, да, что-то заказывают и к посылкам фигово относятся. Забывают вообще про то, что она уже давным-давно лежит на почте и ждет его. Поэтому, ребят, будьте аккуратными. Возможно, вы потеряете какую-то сумку, если будете невнимательны. И какой-то блогер ее откроет. Например, я. Да, это неправильно, не круто, но нужно следить за своими вещами. И раз этой посылке уже больше трех лет, то я думаю, что человек, который ее потерял, уже давным-давно на нее забил. Видно, что сумка достаточно старая. И давайте же продолжим, посмотрим, что лежит внутри. Фляжка. Причем в ней есть вода. Или что это? Фляжка и в ней алкоголь. Ребят, фу! Боже мой! Знаете... Фу! Чем-то похоже на спирт. Похоже, там просто была водка, знаете. Видите, вроде она уже то ли засохла, но ее прям там, знаете, три капельки и безумно воняет. Очень воняет. Обыкновенная фляжка. Туда обычно, как я понимаю, наливают алкоголь. Видела в каких-то фильмах или где-то еще, не припоминаю. Но воняет она, конечно, знатно, ребят. Конкретным спиртом, противным, отвратительным. Вот, посмотрите, вот так выглядит фляжка. Обыкновенная. Ничего в ней такого необычного нет. Реально пасет спиртом, прям вот воняет. Господи, я ее поставлю. Ну, представьте себе, вот этот спирт, водка или что там лежало. Три года уже лежит в этой сумке. Капец. Смотрим дальше. Что это? Какой-то квадратик непонятный, что это такое. Какая-то хрень. Смотрим дальше. Конфетка. Обычная конфетка вот такая вот. Правда, я не успела прочитать, как она называется. Славянка Люкс. Ассорти. Обыкновенная конфетка. Так, в этой сумке больше ничего не лежит. Можете посмотреть. Теперь приступаем к боковым кармашкам. Узнаем, что все-таки лежит сбоку, потому что сумка продолжает быть тяжелой. Итак, итак. Ага. В боковом кармашке у нас так нормальненько. Содержимого я вам скажу. Первое, что я вам покажу, это маленький дорожный утюг. Господи, боже мой, куда мне потом это все девать? Посмотрите, обыкновенный маленький утюг. Я теперь точно уверена, что этот молодой человек куда-то улетал. И просто забыл, наверное, взять эту сумку, или она ему была не нужна, я не знаю. Но хотя там и лежали деньги, я даже не представляю ваши догадки. Пишите тоже в комментариях. Обыкновенный утюг, он, наверное, огладил свои вещи, или наверняка уезжал в какую-нибудь командировку. Утюг обычный, вообще в нем ничего нет. Смотрим дальше. В боковом кармашке что лежало? Это чешки. Может быть, у него был ребенок, и он навез ребенку. Какие-то чешки, я не представляю. Посмотрите, маленького размера. Прям лилипизерные, маленькие-прямаленькие чешечки. Прям на маленького-прямаленького ребенка. Я не знаю, зачем они ему были нужны. Вдруг он был педофилом. Опустим эту тему, но очень странно. Зачем ему чешки? Причем они новые, и, как я понимаю, они ношеные, совершенно белоснежные, красивые. Отложим их в сторону, смотрим, что лежало дальше. Это нужно будет заблюрить сейчас, пожалуйста. Я сама себе говорю. Просто пачка продуктиков для взрослых людей, поэтому я не буду зацикливать на этом внимание. Возможно, человек действительно собирался с кем-то прям вот максимально сблизиться, да? Увидится, может быть, он кому-то ехал. Ну ладно, это личная жизнь всех людей. Не буду обращать серьезно на это внимание. Вот на это, я думаю, стоит. Это у нас... Я очень надеюсь, что вот этот молодой человек не был наркоманом, потому что это шприцы, да? Посмотрите, обыкновенные шприцы. Я надеюсь, что они не использованные. Господи, ребят, чем же я рискую, снимая для вас это видео? Просто два шприца. Они запечатанные, стерильные, как я понимаю. Блин, очень страшно. Я надеюсь, что он в попу себе просто уколы ставил и ничем запрещенным не занимался. Конечно, ужас такое находить, и я в шоке. Итак, выворачиваем сумку. Боковой кармашек. Все, что лежало дальше. Последние два продуктика. Это обычная, как я понимаю, пожеванная жвачка. Посмотрите. Обыкновенная орбит с арбузом. Видно, что он ее уже пожевал. И мыло. Палмолив обыкновенное интенсивное увлажнение. Пахнет, кстати, приятно, и мыло запечатано, и мы еще ни разу не пользовались. Вот такие вот дела. Посмотрим во всех остальных карманах, что лежит. В переднем, я очень надеюсь, что там еще что-то интересненькое, потому что сумка уже достаточно легкая. В переднем кармашке ничего нет, как вы видите, абсолютно пустой. Так, нужно аккуратно, мало ли где эта сумка там стояла. Еще один боковой кармашек. Таблетки видно, что уже чем-то намоченные. Старые, называются пораксан. Не знаю, для чего из таблетки нужны, но их уже пили. Да, две штучки уже выпиты. Две таблетки. Не знаю, зачем. Так, я извиняюсь. Мне тут курьерчик звонил. Я обратно надеваю перчатку. И это, по-моему, ребятки, было все, что находилось в этой сумке. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Я быстренько надену перчатку. Сумка абсолютно пустая. Больше в ней ничего не лежит. И, в принципе, ничего серьезного, вскрыв эту посылку, мы сегодня с вами не нашли. Обычная потерянная сумка молодого человека, который ехал либо в командировку, либо еще куда-то. И просто напихал все нужные вещи. Утюг, мыло, все, чего только не придумаешь. И я хочу вам сказать огромное спасибо. Это уже перчатки-то надо снимать. Зачем я ее сейчас надевала? Спасибо за просмотр этого видео. С вами была Карина. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Напишите ниже в комментариях потерянную сумку, потерянный чемодан или потерянную посылку. Вы бы хотели, чтобы я вскрыла в следующем видео с этой рубрикой. А я вам говорю большое спасибо за просмотр. Все эти вещи я обратно положу в сумку и придумаю, куда ее деть. Может быть, устрою какой-нибудь розыгрыш в инстаграме. Или, может быть, найдется человек, чья была эта посылка там, может быть. Спасибо вам за просмотр. И я с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро выйдет еще одно новое видео. И оно будет гораздо круче этого. С вами была Карина. Я вас люблю. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok